Как ожидается, в 2019 году в Гомеле начнется строительство лыжероллерной трассы длиной не менее полутора километров. Сейчас определяют подходящую территорию для возведения объекта. Предполагается также, что трассу дополнит полуоткрытый биатлонный тир. Кроме того, параллельно с этим, в следующем году в Гомеле планируется построить футбольный манеж с искусственным покрытием. Впрочем, на открытие новых объектов был богатый прошедший 2018-й. Кто получил символические ключи в декабре прошлого года, знают наши корреспонденты. Этот декабрьский день в Лельщицах многие запомнят надолго. После нескольких месяцев капитального ремонта в центральной районной больнице открылось родильное отделение. Впервые рожениц здесь начали принимать 16 лет назад. Однако время внесло свои коррективы. Отсутствие необходимых санитарно-гигиенических условий привело к тому, что отделение пришлось закрыть. Ближайший районный роддом находился в Мозыре, на расстоянии 75 километров от самих Лельщиц и 150 от самой далекой деревни района. В экстренных случаях роды принимали в Лельщицах, но только в качестве исключения. Фельдшер оценивал состояние женщины и транспортировал. Если состояние было более-менее женщиной стабильно, то везли в Мозырь. Если были какие-то угрозы жизни женщины и ребенка, то пациентка доставлялась в нашу больницу. Здесь осматривал акушер-гинеколог и либо роды принимались на месте на базе хирургического отделения, либо транспортировали в сопровождении доктора в Гомельскую областную больницу. 23 декабря во вновь открывшемся Лельщицком роддоме первый свет увидела Валерия. Еще через два дня Александрия. В семье Ирины Журович этот ребенок стал третьим, причем все ее предыдущие дети тоже родились в Лельщицах. Хотела рожать здесь, и у меня получилось, и родила, и очень рада, что здесь, дома, на месте. Открытый в Гомеле кризисный центр первый в Беларуси. Здание выделил городской исполнительный комитет. Средства для ремонта, организации и спонсоры. Проект поддержали Гомельская епархия и управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН в Беларуси. Особенно символично, что Новый год, когда все ждут радости, сказки, для многих сказка, это действительно просто найти крышу над головой, выпить стакан горячего чая и лечь в чистую постель, выспаться. Вот эта вот сказка, сказка для взрослых, очень хочется, чтобы она была счастливой. И чтобы люди, которые сюда попали, оставались в будущем здесь волонтерами, а не постоянными, проживающими в этом доме. Для этого, конечно, он не предназначен. А для того, чтобы люди могли объединиться для добрых дел. На площади почти в 100 квадратных метров 10 спальных мест, кухня и ванная комната. Остаться здесь могут лица без определенного места жительства, в том числе освободившиеся из мест лишения свободы. А также иностранные граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. В среднем приют предоставляется на месяц, но в некоторых случаях этот период может быть продлен до 90 дней. 10 человек одновременно могут находиться. Но мы же понимаем, что это могут быть мужчины, женщины, либо это семья в одной комнате. Ну и как долго? Мы планируем на месяц, чтобы человек месяц пожил, и потом мы его социализировали, либо отправили на родину, либо помогли ему в другом каком-то направлении. Но возможно, что это будет до трех месяцев, потому как нужно будет восстановить документы, сделать УВД запрос в ту страну, с которой люди приехали, и установить личность. То есть в силу обстоятельств различных человек может пребывать до трех месяцев. 47-й и 48-й. Такую нумерацию можно дать детским домам семейного типа, открывшимся в декабре 2018 года в Жлобине и Ельске. Сегодня в Гомельской области проживают около 3,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Более 80% из них воспитываются в приемных и опекунских семьях и детских домах семейного типа. Во время открытия такого дома в Ельске родитель-воспитатель Наталья Логвинова говорит, что очень рада быть мамой сразу 10 ребятишкам. Единственное, что не позволяет высказать все чувства – слезы счастья. Детям проще улиться в семью. С первого дня, когда они к нам пришли, они, конечно, не знали, как меня, вы-вы. Мои дети подошли просто и сказали, да называйте вы ее мама. Все. Детский дом семейного типа в Ельске построили на ранее пустующем участке в центре города. Рядом стадион, средняя и музыкальная школы. Правда, во время новогодних каникул думать об учебе совсем не хочется. Это время получения подарков и осуществления желаний. Мне однажды летом пристился Новый год. По зеленым травам снегурочка плывет. А ко мне с букетом и с ромашек заявился дедушка Мороз. И такой он мне ловец волшебный и поднес. Торжества по случаю открытия в Ельске детского дома семейного типа совершаются со сладким столом. Олег Сенсюров, Евгения Савина, Ольга Коновалова, Евгения Макенко, Игорь Морищенко. Телерадиокомпания «Гомель». Продолжение следует... Не отличить.